Кстати, я просто хочу отреагировать на то, что есть, слава богу, помимо очень много ботов, троллей набежало, я не знаю, у меня рука бойцов колоть устала, что называется. Поэтому, друзья, простите, меня спрашивают, а почему вы не удаляете кремлеботов? Я или буду здесь сидеть и удалять, или разговаривать с Виталием. Вот Виталий счастливый человек, у него, я вижу, есть модератор, который там чего-то удаляет. Я пока еще им не обзавелся. Простите великодушно. Но есть все-таки какое-то количество интересных, содержательных вопросов. Вот Иван Меренков спрашивает, а почему вы не говорите о транзите нефти и газа через Украину, которые приносят деньги России для ведения войны против Украины? Там действительно миллиардные заработки у России за счет этого транзита. Но мы говорим об этом? Вот я спрашиваю, Виталий, как вы думаете, закончится этот год и продлят украинские власти соглашение о транзите? Или жестко скажут? Нет, не продлят. Да никакие эти соглашения о транзите не будут продлены, но они могут быть заменены этими формулами, которые, мягко говоря, многим кажутся сомнительны. Вот когда по украинской газотранспортной системе пойдет азербайджанский газ, возникает у нас вообще его действительно достаточно, чтобы транзитировать его по украинской газотранспортной системе. Когда сейчас вроде бы речь идет о том, что Венгрия уже покупает не российскую нефть через Украину, и это все-таки полурешение. Но с другой стороны, мы тоже должны понимать и украинское руководство в этой ситуации, которое пытается сохранить украинскую газотранспортную систему. Потому что если полностью она будет лишена любого сырья, то в этой ситуации Украина должна будет платить деньги за ее сохранность, за ее существование. И не получать ни копейки денег от нее, а только, так сказать, она будет приносить сплошные убытки. Поэтому в Киеве пока что пытаются найти какие-то варианты, которые, кстати, опять-таки должны быть согласованы с Западом. Если, например, там Запад покупает азербайджанский газ, вот он может идти таким путем. Африканские понимают, что это не азербайджанский газ, а замещенный российский. Но, тем не менее, формально это азербайджанский газ может идти по любым маршрутам, как говорится. Ну, эксперты говорят, простите, что Европа может не согласиться покупать азербайджанский газ, потому что будет четко понимать, что это подлог. Вот если бы у Азербайджана были дополнительные объемы газа, тогда другая история. Ну, вот поэтому я говорил, у меня это все возникает сомнение. У меня всю жизнь энергетическая политика Украины вызывает сомнение, понимаете? Что я тут нового расскажу? Я с 1993 года нахожусь в такой ситуации, когда я говорил своим соотечественникам, что дешевый российский газ приведет их в ловушку, а потом в пропасть. И что если они думают, что они могут построить экономику на дешевом российском газе, то это приведет к тому, что у них ни экономики не будет, ни отношений с Западом не будет, ни России, ничего не будет. Никто тогда к этому не слушал. Я помню, что меня на телевизионных каналах украинских и в медиа чехвостили и рассказывали, какой я вообще агент российского влияния, между прочим. Что я-то говорю, что Украина не должна договариваться с Россией о дешевом газе. Что я хочу, чтобы мы покупали у России газ по тем ценам, по которым покупают другие. Да, Вередурович. Ну, конечно же, я все это помню. Дорогие друзья, я тоже застал несколько ситуаций в новейшей истории Украины, когда вот прозападные, припрозападные, либеральнейшие, из либеральнейших, демократические, из демократических украинских политиков, любимцы Вайданов, на этом самом нефтегазовом вопросе ломались. Да, абсолютно, просто на наших глазах. Да. Да? Это понятно. Один бой между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко за формулу покупки российского газа накануне выбора 2010 года, чего стоит? Кстати говоря, я считаю, что вся эта история стоила Юлии Тимошенко президентства. Да, конечно. Она тоже попала в самую настоящую ловушку, потому что очень многие избиратели, которые воспринимали ее как проукраинского политика, решили, что между ней и Виктором Юнуковичем нет особой разницы, что оба эти политика идут на поводу у Путина. И это стоило ей именно вот того количества голосов, которое было необходимо для того, чтобы победить на президентских выборах 2010 года, к моему большому сожалению. Потому что я все равно считаю, что если бы на президентских выборах в 2010 году победила бы Юлия Тимошенко, а не Виктор Юнукович, история Украины не пошла бы столь трагическим путем. Но, тем не менее, это произошло. И да, мы помним, что вот сама эта идея прямых поставок газа из России, она была вот такой вот тщательно сконструированной Путиным ловушкой. Чем Тимошенко-то считал, что это поможет ей, предвыборной борьбы. А Путин-то ее обманывал вместе с Януковичем, он специально все это делал. Вот и все. Но, с другой стороны, был вариант этой гоп-компании «Росукарэнерго», который пытался на украинский рынок окончательно затащить Дима Медведев, помните, да? И он пытался использовать, будучи президентом России, свои какие-то отношения с администрацией ненавидимого им президента Виктора Ющенко. А тем не менее. А этой компанией в Москве занимался его этот дружок Костя Чученко, будучи министр юстиции Российской Федерации. А с украинской стороны там были все знакомые лица – Фирташ, Бойко, Левочкин. Люди, которые, кстати говоря, никуда не исчезли из украинской политической жизни, обладают громадным влиянием даже сегодня, если говорить о Сергея Левочкина. Недооцененный, я бы сказал, у меня. Там еще и в Вашингтоне есть кое-какое влияние, ведь эти же люди работали в свое время с полом-монопортом, да, который… С полом-монопортом, конечно, да. Поэтому, если вспоминать эти энергетические истории, то, наверное, какие-то связи, контакты, люди живые остались. В общем, ответить на этот вопрос нашего слушателя можно двумя словами – глупость и жадность. То есть, я могу так сформулировать, на самом деле Украина должна была бы перекрыть нафиг транзит нефти и газа через Украину, или таким образом лишить Россию, ну, по подсчетам экспертов, примерно 12 миллиардов долларов. Да, именно это я и хочу сказать. Украина должна была бы отказаться от любых экономических отношений с Россией, в том числе и транзитных. Потому что любые отношения с Россией, вот кажется, что ужасно, что будет тупиковой, украинская газотранспортная система, да, наверное, это плохо. Но тупик, который ведут вас отношения с Россией, куда более опасен. Ну, простите, я со своей стороны только сошлюсь на мнение некоторых уважаемых экспертов в области нефти и газа. Об этом, например, говорит Михаил Крутихин, об этом говорит украинец Сергей Макагон, что на самом деле есть чем загрузить вот эту самую газотранспортную систему. Есть собственный газ, собственная добыча. А история про то, что из-за низкого давления газа все поломается, заржавеет и так далее, это вообще такая байка для малограмотных в техническом отношении доверчивых слушателей и зрителей. Вот так вот. Ну, я опять-таки, поскольку я не энергетический эксперт, я не могу этим оперировать, понимаете? Да я тоже. Я просто ссылаюсь на то, о чем говорят люди, к мнению которых я как минимум прислушаюсь. В случае с Михаилом Крутихиным, которого я уважаю бесконечно. Не только, кстати, как и газовый эксперт, но и как основательного специалиста по проблемам Ближнего и Среднего Востока. Кстати, вот нам тут по поводу Ближнего и Среднего Востока кто-то из зрителей, простите, уже промотал эту ленту. Не хочу возвращаться, тратить на это время, но совершенно справедливое замечание. Все началось тогда, когда Обама отказался жестко ответить сирийскому режиму Башара Асада на применение химического оружия. Помните, когда... По-моему, история про отказ от военной операции против Сирии случилась чуточку раньше. Раньше, мне кажется, что... В любом случае, понятно, не было бесполетной зоны. Не было никакой реакции на то, что режим Асада применил химическое оружие. Это все было вообще безумием чистой воды. Но, опять-таки, это же безумие было подготовлено общественным мнением. Тем, что на кресте распиналит Джорджа Буша младшего. Я хочу напомнить, он до сих пор еще одиады для очень многих, так сказать, либерально-мыслящих политиков и нелиберально-мыслящих. Тут прямо, можно сказать, адепты Барака Обамы могут совокупиться с адептами Дональда Трампа, и у них там кто-то родится от этого странного брака. Вот Джордж Буш младший себя вел иначе. Его администрация себя вела иначе. Так это же раздражало всех. В Америке, в мире. То есть вот вторжение Джорджа Буша младшего в Ирак привело к ужасным последствиям. Почему к ужасным? Вообще миллионы людей остались живы, которых бы... Саддам Кусейн рано или поздно выжиг был напалмом в шиитской и курдской зонах Ирак. Не произошло никаких глобальных конфликтов. Да, Ирак с трудом продвигается к демократии, когда часто бывает с многоконфессиональным и многорелигиозным государством, мультирелигиозным государством и многонациональным, да. Но у нем нет такого кошмара, как в Ливане, между прочим, где нет, к сожалению, американских войск не было. И поэтому там Иран и Хизбалла фактически держат в заложниках все население этой несчастной страны. А если бы Джордж Буш младший был бы президентом во время войны в Сирии и влупил бы под Дамаску, или там сделал бы бесполетную зону и в результате Башару Асаду сплели бы лапти, то ничего бы не было. Дальше. Но вам же не нравился Джордж Буш младший? Ну, пожалуйста, тогда завтракайте Бараком Абабом пока. Путин не вам, нет, людям, 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 не вам. Я помню, мы все время находились в этом и до сих пор находимся в унижении, когда вспоминаем о политическом наследии Джорджа Буша младшего. Когда я говорю, что мне очень нравился Джордж Буш младший именно с внешнеполитической точки зрения как президент, это вызывает у всех раздражение и оторопь, многих моих собеседников. Я это говорил, когда он был президентом. Я помню, как меня этот придурок, извините, Костя Затулин, пригласил на свою телепрограмму, чтобы публично выпороть из-за Ирака. Не помню, как оно его тогда называлось. Материк. И я ему говорю, неужели вы не понимаете, единственная возможность покончить с терроризмом в мире, это уничтожить те режимы, которые являются рассадниками терроризма. Если талибы, рассадники терроризма и дают свою территорию для террористических актов усами бен Лады, то не может существовать этот режим, иначе будет террор. Если Саддам Хусейн и Муамбр Каддафи являются спонсорами терроризма, но, кстати, Каддафи от этого СБ отказался в какой-то момент, просто его не спасло, его режим как таковой из-за внутреннего напряжения в Лидии. Понятно, что без уничтожения этих режимов вы будете иметь террористическую опасность в мире постоянно. И, кстати говоря, после иракской войны мировой терроризм приказал долго жить, потому что Саддам Хусейн был одним из спонсоров мирового терроризма. Да, безусловно, никакого оружия массового уничтожения в Ираке не нашли. Я не буду с этим спорить. Но эта страна была плацдармом для поддержки мирового терроризма. И его нету больше. Из-за того, что жители Парижа или Лондона, или чего угодно, спокойно сейчас ездят в метро или приходят в Мадриде на вокзал Аточа, который был взорван, если вы помните, да? Они должны Джорджу Бушу-Младшему сказать спасибо. Виталий Эдуардович, а будете ли вы когда-нибудь баллотироваться на пост президента Украины? Большое спасибо за доверие. И почему нет? Вы же, наверное, как скажете, что нет? Я считаю, что каждый должен заниматься своей работой. Политик быть президентом Украины, телеведущий, сниматься в сериалах и в скетчах, а политический аналитик заниматься политической аналитикой. Когда кто-то пересаживается не в свои сани, эти сани едут в пропасть, как украинские граждане могут убедиться. Ну хорошо, а, скажем, работать советником президента по политическим вопросам, вы бы согласились? Все-таки вы политический обозреватель, аналитик. Я не понимаю, что я должен работать с советником президента политическим вопросом. С теми президентами, которые готовы были меня выслушать, и которые, по моему мнению, были способны понять, что я им говорю, это было три президента из шести. Я разговаривал всегда в неформальном уровне. Расскажите, а кто вас слушал действительно? Ну я всегда разговаривал с Леонидом Кравчуком, неоднако, много раз. Я разговаривал с Виктором Ющенко в меньше, но беседовал с ним. И когда он был президентом, и до того, как он был президентом, у нас всегда было понимание по каким-то глобальным вопросам. Скорее, ценностного характера. Были какие-то вещи, с которыми я не соглашался, я, кстати, ошибался. Были какие-то вещи, с которыми не соглашался Ющенко, и он, кстати, ошибался, возможно. Но в ценностном смысле с ним всегда можно было поддерживать диалог. Я с ним познакомился еще, когда он был премьер-министром Украины, и как премьер-министр Украины он меня поразил своим профессионализмом, кстати говоря. Я ему тогда сказал, я это могу честно сказать, после этого интервью, что я общался со всеми премьер-министрами Украины до его назначения. И я такого уровня профессионального, как премьер-министра, никогда не видел вот в такой беседе. Хотя, опять-таки, у меня непростые были всегда отношения, но тем не менее, вот я это четко говорю. Я считаю, что в некоторых моментах, связанных, например, с войной в Грузии и так далее, ошибался я, а не Ющенко. Я это тоже признавал неоднократно публично. С Петром Порошенко я общался несколько раз, когда он был президентом. Не так много, как с Леонидом Курчуком, например, но общался. С Леонидом Кучмой, при том, что у нас всегда были хорошие личные отношения, я не общался. Я, опять-таки, знаю его с тех времен, как он был премьер-министром Украины. Я никогда, когда он был президентом, не общался, потому что я считал, что его представление о том, как должна развиваться Украина, кардинально расходится с моими. Я не сомневался, кстати, я и сейчас не сомневаюсь, что Леонид Данилович вообще четко понимает все, что ему говорят. Вот. То есть у меня нет ни малейших сомнений. Но просто выводы он делает не те, которым я хотел бы, чтобы он пришел. Я имею в виду его президентский период. Сейчас, я думаю, он все правильно выводы делает. После того, как он был президентом, мы с ним неоднократно общались, и я прекрасно видел, что он вообще понимает все, что ему говорят. Да, просто на интуитивном уровне. Он очень умный человек. В этом смысле. который очень часто скрывает эти свои способности. Но я вас уверяю, один из самых умных политиков, который я когда-либо видел, это именно речь идет о уме, а не о каких-то, я бы сказал, нравственно-политических качествах, скажем так. Будем осторожны в этой эволюции. Но я и старательно избегал. Я никогда не был. Я когда-то сказал Леониду Даниловичу, когда он мне спросил, почему я к нему не захожу, я ему сказал, что я пообещал его советникам, так сказать, штатным, в том числе и одиозному Дмитрию Табачникову, что пока он будет находиться в кабинете президента Украины, я не переступлю порог этого кабинета. Я выполню это обещание, я с удовольствием возобновлю наше общение, когда он идет в отставку. У нас был такой диалог в свое время. При свидетелях, поэтому это никакая не тайна. Там был Евгений Марчук, тогдашний, например, министр Украины и другие украинские политики. Я это ему сказал. На подмосковной даче, кажется, это был диалог. Ну и с Виктором Януковичем я никогда не хотел общаться, хотя такие предложения были. Но я считал, что этот человек глубоко мне чуждый во всем. Я был с ним знаком, как и все мы, но я избегал любого общения. Ну, шестого президента Украины я лично не знаю, я не думаю, что наше знакомство состоится. Мы просто в неких разных мирах живем. Простите, а меня заинтересовала вот эта ваша фраза, что вы были неправы в отношении Грузии, а Ющенко был прав. Не расстроите, что вы... Да, легко расстрою. Я считаю, что то, что Виктор Андреевич полетел в Тбилиси и там выразил солидарность с Грузией, это была той политикой, которая приводила Украину в семью европейских народов и демонстрировала ту опасность, которую для нас всех играет Россия. А я тогда опасался, я об этом писал, что такого рода жесткая линия может привести к войне Украины с Россией. Я написал статью, в которой написал, что украинская армия не будет воевать с Россией, если Россия на нее нападет. И в результате мы потеряем Крым и не только Крым. Этот мой прогноз оправдался. В 2014 году оказалось, что украинская армия действительно не готова к войне. Главной нашей задачей было вывести войска из Крыма. Мы потеряли Крым, к сожалению, и не только Крым. Но я считаю, что сам посыл моего текста был неверен. Пусть даже прогноз полностью оправдался, но посыл был неверен. Потому что вопрос был не в том, будет украинская армия воевать в России или не будет, а в том, чтобы четко обозначить геополитическую опасность. И Виктор Ющенко, как президент Украины, абсолютно четко, и в этом его историческая роль, кстати говоря, как и в его понимании важности Голодомора для исторической памяти украинцев. В этой связи он поступил абсолютно грамотно и ответственно, именно как президент Украины, думающий о будущем. Это один из самых важных, мне кажется, моментов для любого политика. Это риск он рискнул, безусловно. Но, тем не менее, в 2014 году мы могли абсолютно честно глядеть в глаза другим странам, потому что наш президент поддержал Грузию в момент ее возможности, ее оккупации России. И показал, что Украина не на стороне зла. В то время как большая часть украинских политиков считала, что нам нужно договариваться с Москвой, забывая трагедию Грузии. И это была ошибочная позиция с их стороны. И ошибочная позиция украинского общества, которая не поддержала тогда в полной мере Грузию. И моя ошибочная позиция, потому что, опять-таки, вопрос был не в том, каково качество наших вооруженных сил в этот момент, а каково качество нашей государственности в этот момент. И я считаю просто, что Виктор Ющенко мыслял более широкими категориями, чем я, но так поэтому президент Украины был. А скажите, пожалуйста, Андрей Нечаев, я думаю, что это не тот Андрей Нечаев, которого мы с вами знаем. В далеком прошлом один из министров кабинета министров, который возглавлял Гайдар. Ну, Гайдар, как на самом деле, не возглавлял тогда правительство, но так уж повелось. Миф такой существует правительства Гайдара. Там был министр Андрей Нечаев, вот какой-то другой, я так полагаю, Андрей Нечаев, всерьез спрашивает. А скажите, сегодня в Киеве обсуждают уступку территории Российской Федерации в обмен на мир? Я считаю, что никакого такого обмена на мир с точки зрения уступки территории вообще не существует как реальность. Вопрос не в том, что обсуждают в Киеве. Существует или не существует? Ведутся ли такие разговоры? Обсуждают ли это всерьез? Я, может быть, кто-то это обсуждает, просто я всегда говорю простую вещь, что эти территории – это плацдарм, а не цель. И потом мы не можем их уступить по одной простой причине, мы их не контролируем. Ты не можешь уступить то, чего у тебя нет. Вот в чем фокус. Эти территории – Крым, Донецк, часть Донецкой, Луганской, Керсонской, Запорожской области, в Луганской области вообще – это 95% территории, кстати. Вот они контролируются российской армией, мы не можем их уступить. И мы не ведем сейчас наступательной войны с целью освобождения этих территорий. Мы ведем оборонительную войну с целью не дать возможности России оккупировать еще какую-то часть украинской земли. Я вообще не понимаю, о чем идет речь, это вся какая-то виртуальщина, понимаете? И никакого мира Россия нам не хочет предложить в обмен на эти территории, потому что для нее успех – это не то, что она будет контролировать то, что она и так контролирует. И так контролирует, уверенно, с поднятием цен на недвижимость во всех этих населенных пунктах, которые она контролирует, включая Луганский, Донецк. И не собирается их никому уступать. Как мы можем обсуждать уступку, если это не контролируется нами? А вот то, что действительно нужно России, это использовать эти территории как плацдарм для бомбежек Украины, для уничтожения Украины. И она не спрашивает, хотим ли мы ее уступать или нет, потому что она их контролирует. Я вообще напомню хорошую фразу. Мария Захаров. Чтобы было понятно, о чем я говорю. Когда была Крымская платформа, и Мария Захарова спросили журналисты, будет ли Россия проводить альтернативную Крымскую платформу. И Мария Захарова сказала, а зачем нам, скажите, проводить Крымскую платформу, когда у нас есть Крым? Но это характеризует полностью ситуацию. У них есть контроль над Крымом. Как мы можем его уступить? Они его контролируют. Выдают там паспорта, проводят там выборы, проводят там репрессии. А мы эту территорию не контролируем. Если бы речь шла о том, а можете ли вы уступить России Харьковскую, Николаевскую, Одесскую или там еще какую-нибудь область в обмен на мир, мы бы с вами могли подискутировать. Я бы сказал, вы знаете, мы не должны уступать эти области, это украинская земля, там живут украинские граждане. Почему мы должны отказываться от этих территорий? Если вы меня спросили, должны ли вы уступать у России части территорий Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой властей, которые контролируются нашей армии, я бы ответил то же самое. Что это вот дискуссия. Одни говорят, давайте уступим будет мир, уйдем оттуда. А другие говорят, нет, мы должны там оставаться. Я бы сказал, что те, кто говорят, давайте уступим будет мир, идиоты. Но это же, мы же говорим о своих территориях и так контролируем. Про что мы вообще разговариваем. Да, все так. А скажите, пожалуйста, еще один вопрос, с вашего позволения, Виталий Эдуардович. Все-таки, смотрите, я попытаюсь очень коротко обрисовать весьма распространенное сейчас в западной прессе, в публикациях самых, что ни на есть, казалось бы, авторитетных изданий, качественных изданий, нарратив, скажем или так, картина происходящего в Украине. Россия продолжает развивать наступление, медленно, но верно. Да, ценой огромных потерь, но при этом личного состава она не жалеет. Фронт вот-вот обвалится. Накануне зимы энергетическая инфраструктура может просто окончательно выйти из строя, и украинцев в этом случае ждет холодная, голодная, темная зима. Все меньше желающих воевать за Украину, все сложнее комплектовать бригады, батальоны, батальонно-тактические группы, Запад все менее охотно помогает Украине, никаких перспектив вступления в НАТО. Срочно надо садиться за стол переговоров, иначе от Украины ничего не останется. Мы же знаем всю эту историю, только вопрос в том, кто с нами садится за стол переговоров. Еще раз. Простите, подождите, у вас есть развернутый ответ по пунктам? Да, у меня есть развернутый ответ по пунктам. Что происходит на самом деле? На самом деле происходит то, что мне однократно говорил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. Если президент Путин хотел бы завершить эту войну, он мог бы ее завершить буквально за несколько часов. Украина не может завершить эту войну. Ее начала Россия, и Россия ее должна завершить. Украина не может сесть за стол переговоров с тенью. Россия не собирается разговаривать с Россией ни о чем, кроме капитуляции. Капитуляция, как четко сказал президент Российской Федерации в отставке Дмитрий Анатольевич Медведев, который является таким карманным голосом Владимира Владимировича Путина, состоит в том, что Верховная Рада Украины должна собраться и принять решение о присоединении Украины к России. Вот и все переговоры, собственно. Значит, украинцы могут либо принять такое решение и отказаться от своей государственности, они могут это сделать завтра или вчера, неважно это когда, либо сопротивляться российской агрессии столько, сколько у них достанется. Вот и весь выбор. Нету никаких переговоров. Это не то, что Путин сидит за столом переговоров, вот сидит и ждет Зеленского. Ничего этого нету. Поэтому все эти перечисления сложностей, да, эти сложности есть. Больше я вам того скажу. В следующие годы, а война может происходить еще долгие годы, они будут только возрастать. Но украинцев нет выбора. Понимаете? Это как в Аушвице или там в Варшавском гетто. Либо ты восстаешь и убиваешь как можно большее количество врагов, либо тебя сжигают в камере. Или там просто уничтожают там это гетто. Все. Украинскому народу придется уничтожить как можно больше врагов и в принципе даже путем краха привести к тому, что российское государство никогда уже не сможет восстановиться. То есть если попасть в могилу, то увлечь Россию за собой в могилу, чтобы от России осталось только бледное воспоминание в результате этой войны. Такое тоже может быть. Может быть такой апокалипсис, который приведет к краху и России, и к тому, что русский народ окончательно исчезнет как какая-то реальная сила. Национальная, какая хотите. Потому что он надорвется в этой войне многолетней. Надорвет свои экономические силы. Все это потом приведет к каким-то конфликтам внутри России. Кровопролитные мыщи. Будем видеть апокалипсис такого масштаба, о котором русские даже не подозревают. Но это может быть. Вот и все. Либо исчезнуть. То есть либо помочь России погибнуть вместе с собой, либо исчезнуть, если хотите. Вот и вся альтернатива. Пока что речь идет о том, что Украина борется, создавая условия для последующей цивилизационной гибели России. Хорошо. Вы допустите сценарий обвала фронта. А что такое сценарий обвала фронта на такой территории? Ну, обвал фронта. Ну, куда-то российские войска еще дойдут. Если они месяцами штурмуют какой-то один несчастный украинский поселок. Ну, попадут они еще в какой-то город. Не дай бог. В котором они уже, кстати, когда-то были и оттуда уже убегали. Ну и дальше что? Дальше что? Ведь речь идет о простой геополитической конструкции, Евгений Алексеевич. Либо Россия доходит до Ужгорода и становится политическим гегемоном Европы. Это как же она дойдет до Ужгорода? Никак. Либо оставаясь где-нибудь в Покровске, или даже, не дай бог, доходя до других каких-то украинских городов на востоке страны, она остается геополитическим карликом в орбите Китая. И она до размера этого карлика уже на наших глазах сжимается. И у нее нет другого вообще выбора. Вот как у Украины нет никакого другого выбора, кроме как отбиться от России и стать полноценным демократическим европейским государством, так у России нет никакого выбора, если она не попадает в Ужгород. Как превратиться в карлика? Историческая роль Владимира Путина, мы, может быть, потом будем ему все признательны, превращение России в карлика в прокси-силу Китая, в такую, я бы сказал, сибирскую хизбалу. Хизбалу в снегах. Вот когда-то была верхняя вольта с ракетами, а это хизбалла в снегах. И, может быть, с этой точки зрения Владимир Владимирович выполняет роль санитара леса, вырывая из рта русского шовинизма все его клыки, которые потом будут как вставные протезы, пересажены в рот товарища Сидзенпель. Хороший образы, подходя с нашего разговора. Предъявили публике, надо запомнить, хизбалла в снегах вместо верхней вольта с ракетами. Утащу вас. Буду вас цитировать. Спасибо большое, Виталий, за этот разговор. Субтитры создавал DimaTorzok